О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали для вас самое важное и интересное за день. И вот о чем пойдет речь в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность шахт, выплата долгов по зарплате и независимость от импорта российских энергоносителей. Эти и другие вопросы обсуждали на Совете национальной безопасности в новом составе. Заседание президент Украины созвал после аварии на шахте во Львовской области. Там погибли двое горняков. С 2014 года Украина уменьшила добычу угля на 47%. И поэтому нужно искать импортеров твердого топлива, подчеркнул Владимир Зеленский. На этой неделе я побывал сразу в двух местах, где убивают наших людей. Если на фронте вы знаете, кто убивает и как – убивают пули и снаряды, то в тылу – безхозяйственность, безответственность и коррупция. Цена вопроса очень велика – безопасность и благополучие наших людей. В ближайшее время нужно решить вопрос, чтобы люди получали зарплаты. Для этого деньги должны быть распределены. Позиция Минфина и правительства – что они видят, как перекрыть этот недостаток денег. Муминэ Салиеву признали виновной и оштрафовали на 15 долларов, сообщила ее адвокат и добавила. Так российские силовики решили вселить страх в сердца всех крымских татар. Слушания продолжались с двух часов дня по делу крымско-татарских активисток. Проходили в подконтрольном Кремлю суде Симферополя. Заседание было открытым. Решения по Луфтие Зудиевой еще нет. Анализируя все, что происходило вчера-сегодня, для всех нас понятно, что это не что иное, как акт давления на меня, на Луфтие. Но посредством этого это давление идет на весь крымско-татарский народ. Наш путь, наше сопротивление – это путь освобождения всех политических заключенных. Накануне российские силовики задержали правозащитницу и журналистку Луфтие Зудиеву, а также жену фигуранта так называемого отдела Хизбут-Тахрир Мумене Салиеву. Их обвинили в пропаганде экстремистской символики. Нацполиция Украины в Крыму открыла уголовное дело по факту незаконного задержания активисток. Восемь раз боевики открывали огонь на Донбассе с начала суток, сообщили в пресс-центре объединенных сил. У Водянова и Марьинки били из минометов 82-го калибра. В районе Авдеевки применили ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие. Также горячо было вблизи Новолуганского. Убитых и раненых среди защитников Украины нет. В период относительного затишья бойцы укрепляют позиции, готовятся к возможной атаке противника. Больше расскажет Анастасия Волкова. Воронки от разрывавшихся снарядов окружают позиции украинских военных со всех сторон. Почти в каждой из них – хвостовики от вражеских 120-мм мин, запрещенных минскими договоренностями. Останавливаться на позиции даже на несколько секунд нежелательно. Противник может увидеть и открыть огонь. Сейчас у защитников Светлодарской дуги относительное затишье. Поэтому военнослужащие полным ходом укрепляют свои позиции. Без кирки и топора на этих позициях не обойтись. Из-за твердого грунта на обустройство укреплений уходит больше времени. Делают все вручную. Прошлый год пригоняли трактор прямо на передовую. Но враг услышал шум. Как работает. Он же эскалатор работает, хорошо гудит. И они полезли. Там кусты были, зеленка сильная. Они полезли. Зацепили наши две сигнальные ракеты. Они сработали. На строительство этого наблюдательного бункера бойцам понадобилась неделя. Его высота не превышает одного метра. Залезать в него неудобно. Но бойцы шутят. Когда идет обстрел, залезают в бункер за считанные секунды. Это минометный обстрел. Если это минометный обстрел, то не думаешь, ныряешь и все. Об удобствах не думаешь. По крайней мере, у нас не было случаев, когда кто-то застрял. Сразу шурх и все. И ведешь отсюда наблюдение. Защищаются на позициях и от вражеских снайперов. Соседка тут не просто висит. Ее специально натянули. Специально натянули, чтобы закрывать обзор. Потому что снайперы стреляют вот в тот пролет. Вот здесь у нас дорожка. Мы сюда ходим отдыхать. И с места отдыха сюда ходим на пуст. Специально здесь же натянули, чтобы не бегать, не пригинаться, чтобы спокойно идти. Отдыхают бойцы в блиндаже. Вместо телевизора их там ждут три кошки и 12 котят. Они родились на Пасху. Поэтому мы никуда девать их не стали. Это плохая примета – избавляться. Да, ну и жалко, конечно. Все котята будут расти и жить с армейцами. Бойцы шутят. Это у них подрастает будущее поколение военнослужащих. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Гимн Украины, торжественный марш и монеты на удачу. Так почти три сотни выпускников прощались с военным лицеем имени Ивана Бугуна в Киеве. В последние годы профессия военного становится все популярнее, говорят в лицее. Что кроме знаний ребята уносят во взрослую жизнь? Корреспонденты UATV. Выпускники лицея собираются на плацу в последний раз. Начинается торжественная часть. Дорогие лицеисты-богуновцы. Дорогие лицеисты, богуновцы. Сегодня очень приятный, волнующий день. Весь педагогический коллектив лицея на протяжении двух лет заботился о вас. 297 из 300 – это абсолютный рекорд со времен независимости. За 28 лет они сегодня выпускаются и идут во взрослую жизнь. Все выпускники получат аттестат об окончании среднего образования. И после сдачи за ИНО могут поступить в любой вуз. По статистике, больше половины богуновцев продолжают военную карьеру и выбирают специализированные учебные заведения. Лев – один из них. Планирует учиться во Львовской академии сухопутных войск. Лицей для меня на самом деле очень много чего значил. Я тут заметно вырос, поменял некоторые свои взгляды на жизнь. Выхожу уже во взрослый мир с более-менее пониманием, что будет дальше. Это первый военный в семье. Честно говоря, гордость переполняет. Человек изменился на глазах буквально за два года. Это он превратился в мужчину. Дисциплина и лучшие человеческие ценности – это то, что развивают и прививают в лицеистах в первую очередь. Во-первых, это человечность. Они же защитники Отечества. Защитники Украины – настоящие патриоты. На собственном примере мы стараемся это показывать. В конце линейки выпускники получают знаки отличия, бросают монетки на удачу и прощаются с лицеем под звуки последнего звонка. С нового учебного года лицей «Багуна» ждут перемены. Впервые в учебное заведение будут набирать и девушек. Это предусмотрено политикой гендерного равенства Министерства обороны. Германия и США поддерживают санкции против России, а также обещают помогать Украине в противостоянии Кремлю. Об этом заявили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайка Маас в Берлине. В России дипломаты поддерживают давление санкциями на Россию, особенно в минском процессе, где нужен прогресс. Высокопоставленные политики подчеркнули, что для этого нужно установить сотрудничество на разных уровнях, в том числе и в нормандском формате. Российского дипломата, члена миссии ООН в Косово, признали персоной нон-грата. Правительство частично признанной страны требует снять с Михаила Краснощекова иммунитет международного наблюдателя и запретить пересекать Косовскую границу. 28 мая в ходе спецоперации полиции в городах, населенных преимущественно сербами, правоохранители задержали Краснощекова возле баррикад. Его также считают причастным к сербской организованной преступной группе. По требованию ООН дипломата отпустила Косовская полиция, сейчас он госпитализирован в Белграде. Семь человек погибли, четверо ранены в результате нападения на конвой американских военных в Афганистане. Смертник въехал в колонну на машине со взрывчаткой. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Талибан». Это уже второе нападение в столице Афганистана за два дня. Накануне в Кабуле смертник подорвал себя возле военного учебного центра, когда курсанты выходили из здания. Погибли шесть человек. Меня ударило осколком по голове. Многие люди, которые были рядом, получили травмы. Десятки программистов силовых ведомств Украины и 15 экспертов НАТО. Лучшие из лучших киберзащитники встретились на втором национальном хакатоне в Киеве. Это что-то вроде конкурса среди IT-специалистов. Программисты на протяжении четырех дней соревновались в скорости и способах решения компьютерных задач. С участниками хакатона познакомился корреспондент ЮИТВ Артем Голуб. Сергей со старших классов увлекался компьютерами и программированием. Мечтал разрабатывать полезные IT-проекты. Однако российская агрессия на Донбассе изменила его планы. Сергей понял, его призвание – воевать виртуально. Я тогда искал университеты, в которых смог бы себя реализовать. Однако началась масштабная война. Я почувствовал, что я нужен украинской армии. Потому и решил реализовать себя в этой сфере. Я могу лучше помочь не с автоматом в руках, а за компьютером, используя свои знания. Команда Сергея заняла первое место в решении задач на программирование. Он и его товарищи разрабатывали специальные программы связи с силами НАТО. Мы решали задачу по созданию программы, которая позволит понимать оперативную обстановку на поле боя. Все, что на нем происходит, отображается на карте пользователя, который ведет наблюдение. Можно отслеживать перемещение противников в реальном времени. Эту программу мы создавали по последним стандартам НАТО, которые обновились в октябре 2017 года. Все программы и инновационные решения, которые разрабатывали программисты и эксперты НАТО, передадут руководству украинской армии. Лучшие из этих проектов возьмут на вооружение. Мы очень серьезно рассматриваем каждое решение. Мы передаем его нашим официальным компаниям-разработчикам систем, которые работают в сфере безопасности и обороны. Мы следим за каждым участником этих соревнований. На протяжении всех четырех дней компьютерных состязаний украинские программисты показали высокое мастерство, скорость и способ решения задач, отметили представители НАТО. Мы очень позитивно оцениваем работу украинских программистов. Они неоднократно показывали хороший результат на хакатонах НАТО. Они работают не хуже специалистов Альянса. Они в основном все молодые, демонстрируют нестандартные решения проблем, новые подходы, про которые мы никогда бы не подумали. Они очень хорошо себя показали. У лучших программистов, которые проявили себя на конкурсе, представители Альянса пригласили представлять Украину на хакатоне стран-членов НАТО. Его проведут уже в следующем году. Артем Голуб, Александр Бугай, Юэй Ти Ви. Баталии на шахматной доске в Киеве состоялся сеанс одновременной игры дипломатов, госслужащих и юных шахматистов. Турнир приурочили к председательству Украины в организации ГУАМ. В нее входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. За игрой следили и корреспонденты ЮЭТВ. С одной стороны играют любители, с другой – титулованные украинские профессионалы. Международный мастер Анастасия Рахмангулова и международный гроссмейстер Антон Коробов. Они подходят по очереди к каждому участнику. В этом и заключается основная сложность для мастеров. Думать необходимо в одном ключе. У мужчин обычно в шахматах как бы стремятся к каким-то глобальным вещам. А женщине очень важно сразу напасть и поразить. И вот в этом противостоянии освобождается какая-то большая нравственная энергия. Посол Молдовы в Украине Руслан Балбачан за шахматную доску садился еще в студенческие годы. Но на приглашение принять участие откликнулся сразу. Конечно, сложно с чемпионами играть, но это дополнительные эмоции, это дополнительная энергия. Это еще раз показывает, насколько важны такие турниры и насколько они объединяют наши страны, наши народы. Восьмилетняя Анастасия в шахматах делает первые шаги. Когда узнала, против кого придется играть, сразу поняла – на победу можно не рассчитывать. Ну, мне было страшно и грустно, потому что я уже видела, что я уже проигрывала. Сначала я вспоминала, чему меня учили. Я там выходила, ну, там, Д4, Д5, С4, ну, я всегда отсвечаю С6, но раньше ДС. Я сначала не боялась, потом сразу, ну, когда сделали вход в ферзь Б3, мне стало не по себе. Организация ГУАМ совместно с Министерством молодежи и спорта Украины впервые организовали такой турнир. Участники противостоят соперникам на шахматной доске и делятся опытом, как бороться с внешним агрессором. Практически все страны, представленные на турнире, сталкивались с разными вооруженными конфликтами. В условиях нынешних, когда мы видим, как легко разжечь конфликты на национальной почве, на региозной почве, для нас, скажем, мы хотим себя именно позиционировать в этом плане, как пример для подражания для многих других. Сеанс одновременной игры закончился сокрушительной победой мастеров со счетом 16-0. Дольше всех за шахматной доской продержался замминистра молодежи и спорта Микола Мовча. Олег Шумейко, Сергей Савчук, ЮЭй ТВ. Украинские музыканты выступили на одной из самых известных венских сцен. Организовали концерт в рамках двустороннего сотрудничества в сфере культуры между Австрией и Украиной. На это мероприятие побывали и корреспонденты ЮЭй ТВ. Украинский скрипач Андрей Павлов на одной из лучших сцен Вены. Он солист концерта симфонического оркестра Венского радио. Исполняет произведение современного австрийского композитора Герда Кюра. Большая ответственность, потому что очень престижный зал, классный оркестр, фантастический дирижер. Однако эта ответственность очень приятна и она вдохновляет. Концерт организовал Украинский институт в рамках двухстороннего года культуры Австрия-Украина. Программа охватывает двухсотлетнюю европейскую музыкальную традицию. От австрийца Франца Шуберта до украинского классика Бориса Лятошинского и современника Герда Кюра. Для нас очень важно возвращать из забытия наших гениев, талантов. Известно, что многие произведения Лятошинского были запрещены тоталитарным режимом из-за несоответствия идеологическим заказам. Возвращение его произведений в европейский музыкальный контекст – это и есть большая задача украинской культурной дипломатии. Всемирно известный Борис Лятошинский вывел украинскую классику на мировой уровень. Его третья симфония считается вершиной творчества украинца. Западноевропейская публика впервые услышала ее в Вене. Для многих музыкантов и дирижеров произведение гениального украинца стало сенсацией. Это очень особенно для всех нас – открыть для себя симфонию Лятошинского. Никто из нас никогда не играл ее раньше. И, конечно, это эпичная и мощная симфония. Это очень сильное заявление после Второй мировой. И мы слышим всю трагедию, отчаяние и зверство войны. И потом появляется надежда и примирение в очень особенной индивидуальной манере. Публика абсолютно разная. Украинские и австрийские дипломаты, украинская община, сотрудники Венской штаб-квартиры ООН. Всего около 300 человек. Для многих этот вечер стал настоящим открытием. Сто эмоций музыки и сто эмоций вообще человеческих. Эти произведения держали меня в напряжении на протяжении всего концерта. В эти моменты ты можешь не только насладиться музыкой, но и мысленно заглянуть внутрь себя. Украинско-австрийский концерт симфонического оркестра Венского радио записали и на пластинку. Его трансляция вскоре состоится на австрийском и украинском радио и телевидении для многотысячной аудитории. Ольга Волнец, Евгений Савицкий из Вены, Юэй ТВ. Вышел тизер драмы «Черный ворон». Снимают ее по роману украинского писателя Василия Шкляра при поддержке Госкино. Сюжет фильма – это история жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон. Он участник повстанческого движения в Холодном Яру. Иван борется с советской властью 20-х годов за независимость родной земли и будущее украинцев. И ради этого готов пожертвовать личным счастьем и домашним уютом. Ворона сыграл Тарас Цимбалюка. Обещают, что уже вскоре картина выйдет на широкие экраны. Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uetv.ua. Спасибо, что вам интересна Украина. Обязательно увидимся на Юэй ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok